Пригоновал комитетом. Пригоновал комитетом. Пригоновал комитетом. Пригоновал комитетом. Я знаю, что обсерватор сказал. Я желаю вам счастье завтра. И если завтра придется с вашими вопросами о том, что случилось сегодня, я буду лучше. Вы все можете задать любые вопросы. Мы обсудим, какие решения были приняты на воде еще раз. И будет намного лучше завтра. Окей, спасибо. Дякую, Родион. Дякую за гарную награду, гарное судебство. Это было очень полезно. Те, кто сегодня не был на Днепровской набор 2, очень много чего втратили. Поэтому завтра у вас есть шанс на долу жить. И прийти сюда, и посмотреть эту регату уже тут, в этой акватории. И это очень интересно, я хочу перебывать безусловно на березе, там, где сходят команды из ЯХТ. Потому что цего года мы команду комплектировали еще с представниками добровольчиков батальоней, которые тоже берут безусловно участие в перегонах. И их эмоции это очень сложно передать. Я желаю вам завтра прийти сюда и побачить это на власне очи. И сейчас хочу передать слово Юрию Власенко. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое за то, что взяли участь сегодня в этой регате. Я надеюсь, что завтра вы тоже получаете удовольствие от того, что вы будете отрисовывать именно здесь. Единственное, что я просто хотел бы напомнить вам и, возможно, тем, кто прийдет завтра с вами, что мы будем проводить перегони тут. Значит, это место называется так. Это одна дорога от автобуса маршрутным от станции метро Львобережна в сторону моста Патона. Вниз в парк на пляж в районе Русановской набережной 22. То есть такая адреса. Если кто-то из ваших знакомых захочет прийти и подивиться, именно сюда нужно приходить. Тут также будет работать наш чудовый комментатор Игорь Акименко. И поэтому желаю вам всего самого лучшего завтра. Игоря не видно, так? Игорь сегодня столько лет сказал, что уже настолько 100 месяцев. А вот и наш комментатор. Игорь, ты до нас ближе? Здравствуйте, ребята. Понята Панова. Было интересно очень смотреть за вашими перипетиями. Поначалу все прочипали друг друга. Но я посмотрел по эмоциям Бори. После первого флайта, я думаю, народу понравилось. Надеюсь, бойцам нашим тоже понравилось. И они открыли себе новую грань спортивного яхтинга. Потому что в голове обывателя яхтинг – это когда вы с девочками с большой бутылкой запотевшей плаваете вперед-назад. Вы же понимаете. Но есть, как говорится, разные грани. И понятно, что все мы будем дальше болеть за тех людей, которые завтра сойдутся в полуфиналах. И пусть победит сильнейший. До борьбы своими силами, ребята. Спасибо. Очень же дякуймо обвинзатерам этого действия, этой регаты. Мы очень благодарны всем командам, которые приняли участь. И я думаю, что мы можем начать наш творческий вечер. Он эксперимент заключается в том, что раньше никогда не объединялись спортивные действия с творческими и культурными. Сегодня в нашей стране очень важная ситуация. Я надеюсь, что тут нет речников АТО. Потому что мы все понимаем, что у нас нет никакого АТО. И будем честными, если мы скажем, что у нас в стране война. И именно поэтому мы решили приурочить цей кубок Гетмана, цю регату добровольчим батальонам. Потому что сейчас происходят очень важные процессы с самыми батальонами, с теми, что происходит с бейцами, с теми, что происходит с бейцами на передовой и тут. Мы хотели бы немного поговорить о том, но в таком более свободном состоянии. Поэтому я предлагаю вам привезти келухом вина. И обратиться к нам, потому что мы готовимся показать вам кинопоказ Вавилону 13. Вавилон 13, если кто-то не знает, это кинообъединение, которое появилось во время Майдана. И мы покажем вам немного подбирку фильмов Вавилона 13. И немного поговорим о том, что с нами происходит, и что сейчас у нас происходит с нами. Я хочу представить Ларису Артюхину, режиссера Вавилона 13. Добрый вечер. На самом деле мы подобрали портреты бойцов добровольчих отрядов. И мы бы хотели, чтобы вы сегодня посмотрели наше кино, оно существует в открытом доступе на канале YouTube. Наше творческое объединение насчитывает до 100 молодых людей, и не только которые с первого дня Майдана снимают все, что происходит в стране, все изменения, которые у нас в стране, но, собственно, и войну. И я понимаю, что после такого яркого солнечного дня погружаться в тему войны и драм, которые происходят сегодня рядом с нами, наверное, не очень комфортно. Но, тем не менее, 9 мая каждый из нас осознает, что мы находимся в мирном Киеве и проводим мирное событие. И это возможно только потому, что кто-то сейчас в эту минуту стоит на фронте. Кто-то умирает, кто-то становится калекой. Поэтому попробуйте, попробуйте немножко перестроиться, потому что вся задумка вечера была для того, чтобы мы смогли еще раз сказать нашему обществу, правительству и президенту, что добровольческие батальоны — это те люди, которые сегодня защищают страну, защищают возможность каждого присутствующего здесь сидеть в ресторане и пить вино. И они есть, и они будут. И все разговоры, все ситуации, которые возникают вокруг добровольческих батальонов, все инсинуации, которые есть, разрушают страну и разрушают мир в стране. Мы бы хотели, чтобы эта ситуация менялась. Мы бы хотели сегодня услышать от ребят, которые прямо с фронта. У нас есть несколько бойцов, которые сегодня приехали с фронта поговорить об этом. Хотели бы попробовать им помочь, услышать, в чем они нуждаются, как говорят из первых уст. Мы рассчитывали, что уже будет тучи, будет темно, и экран будет выглядеть более ярким. Но вот вышло солнце. Поэтому мы не будем по ходу менять наш сценарий уже. Извините, если есть какие-то накладки. У нас абсолютно демократический вечер, поэтому предлагаю взять... Ага, вот подсказывают профессионалы, что солнце будет 20 минут. Да, поэтому предлагаю взять вино и размещаться на нашей площадке. Мы будем готовить кино и начинать его смотреть и разговаривать. Велкам энджой! Так, пожалуйста, экран находится тут. Поэтому займайте место так, чтобы вам было видно. И до береги. Звучит григорий. Смотрите. Великтор году. Великтор года. Эта на кусочке. Великтор года. Великтор григория идет. Продолжение следует...